В кадре набор кухонных ножей от компании Tadafutsa. Это Set B, который включает в себя нож Santoku, это традиционные формы кухонный нож, и эффектный нож Debo. Так они выглядят. Буклет, он же является гарантийным талоном, подтверждающий подлинность продукции. Ну и все такое. Ножи, клинки имеют такую вот обертку. И давайте начнем с самого, наверное, яркого. Это нож Debo. Нож Debo это нож для разделки рыбы, птицы. Нож, как правило, всегда массивный, всегда увесистый. Можно даже сказать тяжелый. Обратите внимание, какой у него обух. Здесь порядка 6 миллиметров. Плавно немножко сужается. И очень эффектный, конечно, у него спуск. С одной стороны, он бывает либо прямым, либо, как в данной модели, вогнутый. Вот. Видна большая вогнутая щель. И противоположная сторона уже имеет спуск низкий. Обратите внимание, на протяжении всего спуска имеется двойная обработка. Именно мотирование, да, для того, чтобы при разделке или шинковке продуктов не прилипало лезвие к рабочей поверхности. И, собственно говоря, сам спуск, который выполнен на водном камне, вот. Практически в ноль. Ну и оборотняя часть, она не что вроде сатина. Так вот, такой нож идеален при разделке. Именно, то есть, хорошо сбалансирован. Вес у него преимущественно смещен на клин. Поскольку тут монтаж с одной, на две трети хвостовик проходит сквозь. Не проходит, а, да, проходит сквозь рукоять, но монтаж глухой, да. Вот здесь это всё останавливается. Больстер из ударопрочного пластика. И за счёт такого смещения к клину ножом очень легко работать. Практически он проникает в рабочую поверхность. Будь то это рыба, птица, повторюсь, или какие-либо другие продукты. Что касается клина. Здесь углеродистая сталь с названием широгами. Её химический состав известен. Кратко, здесь 1,3 углерода. Хрома нету совсем, поэтому она является ржавучей. Откровенно говоря, может подвергаться коррозии. Поэтому примитивно, но уход здесь требуется. Марганец 0,3. Есть кремний, который укрепляет кристаллическую решётку. Есть фора. Фосфор, серо. Поэтому сталь, как говорится, твёрдая, но не без изъянов. Что касается второго ножа. Он не такой, конечно же, как предыдущий. Здесь более деликатная толщина. Это нож сантоку, который пусть и имеет толстое основание клинка, но резко сужается. Вот в таком вот виде. И, как говорится, имеет традиционную японскую форму сантоку. Спуски здесь симметричны с двух сторон. Прямые. Конечно же, сведён также в ноль. И этот нож уже более универсальный для шинковки, для нарезки, как правило, для больших продуктов, для овощей и фруктов. Вот вкратце такая комплектация у нас в Сет-Би от компании Тедофуцу. Всех благодарю за просмотр и до новых встреч.